МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ужас. Меня все колотит. Где наш волшебный эликсир, Зоя Наумовна? Не волнуйтесь вы так, Лорочка. Вы же сами говорили, у вас все схвачено. Да, сладенького нужно. Смотрите, какой интересный. Это тростниковый рафинад. Из кафешки стащила. На Одесской киностудии шли последние приготовления к съемкам нового исторического фильма. Атмосфера в группе накалилась до предела. За считанные дни до начала съемок режиссер решил менять главную героиню. Ну и как корона? Не жмет? В самый раз. Зря это так, Васильиночка. Зависть старит, появляются морщины. Береги себя. Лора, смотри. У тебя еще есть возможность снять костюм, смыть грим и во всем признаться. И такой шанс у тебя последний. Отвень моя черешня, как говорят у нас в Одессе. Попробовалась на роль селянки, вот и учи текст. А меня не поучай. Никитина! Мигом на площадку, Славинский уже рвет и мечет. Комиссия в пути пробует через 40 минут. Нам еще почитаться и все прогнать. Быстрее, я тебя прошу! Спасибо, Зоя Науманна. А где Эрнест? Эрнест Палыч! Режиссер сейчас подойдет. Работаем! Вот твоя точка. На последних пробах актеры были в костюмах и гриме. Актриса, которую теперь прочили на главную роль, Лора Никитина, пока что не впечатляла. Ничего, ничего, не нервничай. Нормально? Угу. Успокойся. Лора, какая к черту красная помада? Ты в своем уме? Где гример? А почему гример не на площадке? Я готова. Зоя Науманна, при всем уважении. От кого, от кого, но от вас. Так, все, работаем. Никитина, проба один. Милая с... Сударь. Она не играет. Лора! Что слышишь? Она не играет. Замите скорую, что вы стоите? Скорая приехала быстро, но актрису Никитину спасти не удалось. Прибывшие на место медики по внешним признакам констатировали. Смерть Лоры наступила от быстро действующего яда. Бригада скорой помощи не стала увозить тело девушки и дождалась опергруппу. На место приехали следователи Лада Ананка и старший оперуполномоченный Лев Запашный. Она стала задыхаться, а потом просто упала. Но врачи сказали, ее отравили. Такая молоденькая. Что за яд? Пока непонятно. Ясно одно. Подействовала быстро на лицо кислородное голодание. А что она пила, ела? Вроде только кофе. Странно. У нее во рту остатки красной помады. Это я просил снять. Помада не по эпохе. И Лора ее съела. Я ей только глаза навела и тон нанесла. А губы она сама помадой накрасила. А новой она похвастаться хотела. Она ее из кафешки принесла. Погибшей были конфликты с кем-нибудь из съемочной группы? Место главной героини пока пустовало. Хотя я уже догадываюсь с кем. Рядом с доской, куда крепили фото утвержденных актеров, лежала перечеркнутая фотография. У сыщиков вырисовывался первый из возможных мотивов отравления. Стэц Василина. И где же эта Василина? Стэц голосила, как полуумная, и я ее отправил домой. Без нее проблем хватает. А почему актрису поменяли? Понимаете, Никитина больше по типажу подходила для главной роли. Мы можем быть свободны? Да. Первый раз вижу, чтобы утвержденную комиссией актрису меняли за два дня до начала съемок. Это вам. Кофе. Спасибо. Плеснуть вам кофейку? Это наш фирменный. Да, спасибо. Ну, слухи по студии ходили, и я кое-что слышала. Три дня назад в кафе недалеко от студии в обеденное время случился неприятный инцидент. А крем свежий? А как же. Сегодня привезли. Спасибо. Значит, организовала пробы на мою уже утвержденную роль. Василина, ты бредишь. Ага, я знаю, как ты это провернула. Ты спишь с ней. Что? Спишь со Славинским. Тощая тварь, ты ради роли завела интригу со Славинским. Брось градус, люди смотрят. Не вижу смысла продолжать. Работай над собой, а не задницей крути. Шельма! Увозите тело. А потом перед пробами они поцапались. А дальше вы и сам не знаете, как все было. Здесь все. Переходим в гримерку. Во время проб на главную роль в историческом фильме стала плохо актрисе Ларисе Никитиной. Она скончалась на месте. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что девушку отравили. Выяснилось, главную роль в этом фильме должна была играть Василина Стейтс. Но за два дня до начала съемок ее сняли, отдав предпочтение погибшей Никитиной. Ого-го! Ничего себе, сколько сахара! Ничего не слипнется? Сладкоежка? Ага. Да обычно обманщица она. Ее режиссер посадил на строгую диету, а она хитрила. Ее кружка? Да, она из нее пила. Присутствует медицинский запах и запах алкоголя. Она нервничала, и я плеснула ей коньякун, но больше ничего не добавляла. Чашку на анализ. Она выпила кофе и через какое время упала? Примерно через полчаса. Могли ей яд прямо в кофе добавить? Ну, она употребляла много сахара. Сахара замедляют действия некоторых ядов, но точнее скажу, как определим яд и дозировку. На кружке, из которой пила актриса, остались следы загримированных пальцев цвета загара. Зоя Наумовна, а кому вы гримировали руки? У погибшей на руках грима нет. Василине. Она пробовалась на крестьянку. Изначально стоять планировали на главную роль, но потом дали другую, ниже по статусу. А пробы актрисам назначили на один день. Как интересно все закручивается. А где вещи погибшей? Вот, жакет и сумочка. Откажись от роли, или она станет для тебя последней. Буквы, вырезанные из журнала. Это не просто журнал, это Бурда. Откуда знаем? Тут не то, что предложений. Тут двух букв подряд нет. Полиграфия очень качественная. Вот и весь секрет. Немецкий журнал МОД Бурда стал подарком советским читательницам к Международному женскому дню. Первый номер издания появился в продаже 8 марта 1987 года. Незадолго до премьеры состоялась беседа Раисы Максимовны Горбачёвой с госпожой Энне Бурда. В свободную продажу журнал Бурда Моден сначала не поступал. Его распространяли на предприятиях через правкомы или доставали с рук втридорога. И даже официальная стоимость кусалась 5 рублей. При том, что журнал Крестьянка стоил 50 копеек. Кто из ваших такой журнал достать умудрился? Давайте отгадаю. Василина? Ну, Бурда любимый журнал у многих актрис. Его читают и передают из рук в руки. Но у Василины точно были все выпуски. Ей тетка по профсоюзной линии достает. Внимательно осмотрите личные вещи актрисы. Стойте. В гримерке в столе Василины оперативники нашли журнал Бурда, из которого были вырезаны буквы для письма с угрозами. В чашке из гримерки криминалист обнаружил кофе, коньяк и большую дозу лидокаина. Сам по себе препарат показан для местной анестезии и не приводит к смерти, но вместе со спиртным в некоторых случаях может вызывать затрудненное дыхание и привести к летальному исходу. На чашке, в которую добавили медикамент, сыщики нашли следы пальцев в гриме. Руки в тот день гримировали только главной конкурентке погибшей актрисе Стэдси. Девушку вызвали к следователю. Василина, этот журнал нашли в гримёрке в вашем столе. А вот письмо, которое вы подбросили погибшей. По заключению эксперта на нём ваши отпечатки. Да, это я. Думала, Лора одумается, отролимая и откажется. Я честно получила, а она нет. Лора через постель всего добивалась. Поэтому вы её убили. Ваши пальчики нашли на чашке из-под кофе. В неё добавили ледокаин. В сочетании с коньяком это опасная смесь. Вы же видели, что случилось. Я не планировала её убивать. Просто хотела опозорить. Я просто хотела, чтобы она начала заикаться, чтобы щёки у неё дрожали, чтобы язык заплетался, чтобы все над ней смеялись и поняли, какая она бездарь. А вы не видели, как Лора добавляет себе в кофе спиртное? Нет. Я вообще не знала, что такое получится. Как же я теперь жалею? Я не хочу в тюрьму. Простите меня. Простите, что я её убила. Пойдёмте. Да. Вот как. Сейчас идём. Пойдём в запасный. Из морга звонили. Есть результаты вскрытия. У судмеда для нас новости нерадостные. Привет, Ириша. День добрый, Лада Сергеевна. Ну, в общем, вскрытие преподнесло сюрпризы. В организме девушки два фармакологических вещества. Лидокаин и... И нафталин. Лев. Не смешно. Продолжай. Лидокаин со спиртным не успел проявить себя ни онемением, ни затруднением дыхания. А второе вещество цианистый калий. Подействовало быстрее. Именно он и убил девушку. А когда ей дали цианид? Цианид жертве дали на площадке. Яд подействовал мгновенно, умерла за пару минут. Значит, Василина не виновата. И нам нужно искать убийцу. Где? Ну, искать надо сначала источник яда. Содержимое желудка, отбивные с ананасами и зелень содержит минимальное количество цианида. А это значит, что цианистый калий поступил в организм другим путем. Скорее всего, яд попал через кровь. Но ссадин, ран, уколов на теле нет. Единственный вариант через ротовую полость. Как только цианид вступил в реакцию со слюной, он сразу оказался в крови. А помните, нам режиссер рассказывал, как актриса съела свою помаду, потому что гримера не было на площадке? Да я сразу сказала, что у нее во рту есть остатки красной помады. Что-нибудь еще? Да вот не знаю, важно ли это. А у нее есть дети? А что? Вскрытие показало, что девушка рожала. Я и сам не понимаю, что нам это дает. Пока возьмем на карандаш. Молодец, Служанова. И выглядишь сегодня неплохо. Стала на путь исправления. Губки еще подкрасить. Проходите. О гибели Никитиной сообщили ее родственникам. Мать и сестра жили в Теплодаре, недалеко от Одессы, поэтому приехали быстро. Зинаида Никитина, а это моя дочь Людмила. Когда мы можем заняться похоронами? Отец Лоры уже едет с севера. Вы можете забирать тело. Скажите, вы часто с ней общались? Нас интересуют конфликты, недруги Лоры. Честно? Не общалась. Лора мне не родная. Мой муж, ее родной отец, а я удочерила Лору. Ее мать умерла. Значит, с кем конфликтовала, не знаете. Вы знаете, легче сказать, с кем она не ссорилась. Лора, она... Не начинай. Что значит не начинай? Сколько раз я ей говорила? Извините, пожалуйста, маму за резкость. Мы очень сильно переживаем. Мама любит Лору. Моя сестра была хорошей. Ну, понятно. Вопрос. Лариса была прописана в квартире на Дерибасовской. Это чья квартира? Лорочка рассказывала, что она поселилась у какой-то старушки. Может, приписала? Ну, это мы и сами узнаем. А вот что без вас не понять. Скажите, у вашей сестры есть дети? Нет. А вот по показаниям судмедэксперта Лариса выносила и родила ребенка. Только отметки о детях в паспорте нет. Не может быть. А может, и есть. Вот что ты о ней знаешь, а? Она хоть раз нас послушала, она же только папу своего слушала. Спасибо. Лев, проводи, пожалуйста, родственников в морг. Да, конечно. До свидания. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Можно? В тот же день оперативник-исследователь пришли по месту прописки Ларисы, чтобы осмотреть ее комнату. Мы бы хотели осмотреть комнату убитой. Вот здесь Лорочка жила. Элеонора Викторовна Галевич, вдова профессора, долго жила в просторной квартире на Дерибасовской одна. Поэтому соседству жизнерадостной девушки чрезвычайно обрадовалась. Гражданка Никитина была у вас прописана, но она вам не родственница. Странно. Племянница просила приютить ее ненадолго. А мы с Лорочкой так подружились. Она была как лучик солнца. И веселая, и ласковая, и приветливая. А как племянница отреагировала, когда узнала, что вы Ларису в квартире прописали? Ой, как форменная эгоистка. У племянницы есть крыша над головой, в отличие от этой сиротки. Сирота? Это при живом-то отце? Молодой человек. У Лорочки не было материнской любви и ласки. И я ее все время жалела. Включила старушка Ларису и в свое завещание. Вдова отписала актрисе половину своих украшений. Половину? Неплохо. Думаю, и эта племянница не понравилась. Три пары чешек. Все стоптаны. Да, танцами она занималась серьезно. У зеркала целый склад штукатурки. Всю косметику нужно взять на экспертизу и проверить на наличие цианида. Вся косметика импортная. Как и большинство одежды. На многом сохранились бирки. Вещи куплены в Праге. Нужно выяснить, где она их доставала. По показаниям гримера Лора принесла помаду со встречи. Купила какого-нибудь фарцовщика. А вот и номер фарцы. Владлена Ганишевская танцы и косметика. Надо бы связаться с этой Владленой. Владленочка Ганишевская это моя племянница. По мату Лоры Никитиной было много и все тщательно проверили. Криминалист дал однозначный ответ. Цианид содержится лишь в одной из них. Ярко алой фирмы Ланком. Ее нашли в сумочке убитой. Именно ее Лора по словам гримера принесла со встречи перед пробами. Ходила Никитина в какое-то кафе. Оттуда она принесла несколько кусочков тростникового сахара рафинадом. Оперативники искали заведение где был такой сахар и где Никитина могла съесть отбивную с ананасом. Именно такую пищу обнаружили у нее в желудке. Начать поиски решили с заведений примыкающих к киностудии. Запашный одно за другим обходил одесские кафе на пролетарском бульваре. Молодой человек. Оперуполномоченный Запашный. Присаживайтесь. Вам эта девушка не знакома? Да. Была она тут. Обедала с какой-то расфуфыренной женщиной в шляпке с вуалью. С вуалью? А что вы удивляетесь? У нас тут рядом киностудия, гостиница с отдыхающими. Так что к нам такие мадамы заходят. А вы не обратили внимание та, что в шляпке актрисе помаду не передавала? А вы откуда знаете? Да. Было такое. Я как раз шел их рассчитывать и заметил как та, что в шляпке передавала этой помаду импортную. Вы мадаму в шляпке нашему художнику описать сможете? Вряд ли. Там эта шторка на шляпке постоянно болталась и весь вид закрывала. Так что звоняйте. Угу. Давайте хотя бы шляпку зарисуем. Официант смог описать головной убор женщины, которая вручила жертве помаду с ядом. Теперь у нас есть описание шляпки. Я предлагаю идти от мотива и начать с Ганишевской. Поддерживаю. Ганишевская ведет взрослые группы, работает с детскими коллективами, часто за границу мотается, вот и занялась фарцовкой. Уже за это можно привлекать? Да, но вот только по отравлению Никитиной нам ей нечего предъявить. Против Ганишевской Олик у нас нет. Одни догадки. А если отравила ради наследства? А, да. Она никогда в этом не признается. А если пойти другим путем? Алло, дежурный, пригласите Ольжич в кабинет следователя. Ну, вы же Ольжич знаете? Нет. Оперативник предложил привлечь к расследованию сотрудницу милиции Наталью Ольжич. Девушка состояла в спортивном обществе Динамо и с детства занималась танцами. Здравствуйте. Здравствуйте. Вызывали? Привет. Узнала? Узнала. Слушай, есть такая Ганишевская танцы преподает. Группы разные от садика и до пенсии. Запишись к ней. Ну, скажи, что конкурсу самодеятельности готовишься, подружись с девушками и выясни, в каких взаимоотношениях была Ганишевская и погибшая актриса. А самое главное, нужно выяснить, почему напротив ее фамилии стоят две отметки танцы и косметика. Ну, о подробности расскажу при встрече. Танцевальный класс, в котором преподавала Ганишевская, находился недалеко от киностудии. В нем занималось много начинающих актрис. Девочки, наше занятие закончилось, можете переодеваться. Некоторые из них лично знали убитую Никитину. Ольжич представилась подругой детства Лоры и довольно скоро со всеми раззнакомилась. Девчонки, спасайте. Нужно найти где-то блузку и красную помаду ланком. Может быть, знаете, у кого можно взять? Натик, так подойди к Ганишевской. Она как раз из Праги вернулась. К хореографу? Ну да, она всех девчонок вещами и косметикой снабжает. Правда? А Лора тоже у нее косметику покупала? Лора, кстати, похожий цвет искала и тоже ланком. Странно, просто она про эту Ганишевскую как-то очень прохладно вспоминала. Так они поссорились. Да? Где-то неделю назад девушки заметили, что их хореограф плачет. Ладлина, а с вами все хорошо? Может, воды? Воды? Мне бы пистолет, я бы эту предательницу. Ваш муж ушел к другой? Хуже. Моя тетя, родная тетя, пригрела змею на шее. И что теперь? Устроите Никитиной взбучку? Нет, я поступлю по-женски. Я не покажу, что я обижена, а сама тем временем найду выход. Так что никому ни слова. Вот так-то. Ой, Владленочка, тут наша новенькая срочно спасать нужно. Что случилось? Послезавтра свидание ответственное. И как назло надеть нечего. Ищу красную помаду и блузу похожую. Есть у меня один вариант. Приходи завтра в Приморское к пяти. Буду. Сотрудница милиции ждала фарцовщицу в кафе Приморское. Ваш кофе. Спасибо. Пожалуйста. Именно в этом заведении незнакомка в шляпке с вуалью вручила Лоре Никитиной помаду с цианистым калием. Извините за опоздание. Не страшно. Я вам кофе заказала. Ну, показывайте. Вот блуза. Точь-точь как бурди. Боже. Боже мой. Красота. И помада. За все 120 рублей. Так. Ага. 125. Спасибо. Да. И вот еще. Спокойно. Милиция. У нас к вам есть вопросы, гражданка-спекулянтка. Проходите. Присаживайтесь. Это помада, которую вы продали нашей сотруднице. А это помада, с помощью которой была отравлена актриса Никитина. Что бы с Никитиной не произошло, я к этому не причастна. Похожую помаду Лоре я продала полгода назад. Она сто раз ей уже пользовалась. Это был любимый цвет Лоры. Она постоянно им красилась. Что вы делали в понедельник с 13 до 14? Была на встрече. Продавала вещи и косметику. Кому? Эта женщина состоит в обкоме партии. Я не думаю, что она хотела бы, чтобы ее имя упоминалось. В самое время имена покупателей скрывать. Мою покупательницу зовут Ольга Андреевна Токарь. Вот ее телефон. Надеюсь, она подтвердит мое алиби. Где и когда последний раз вы общались с убитой? На квартире у тетки. В тот день Ганишевская узнала, что тетя вписала Лору в свое завещание. Женщины поговорили на повышенных тонах. Расстроенная Владлена пошла на занятия, а Лариса сообщила, на танцы у нее времени нет. Все такая деловая была в костюме. Говорила, у меня много дел, мне нужно пакет документов подготовить. А каких именно документов не уточняла? Нет. Сказала только, что благодаря им вся ее жизнь поменяется. Это все. Алиби Ганишевской подтвердилось. В день смерти Никитиной хореограф пробыла на встрече в обл. полкоме больше двух часов. Это означало, что на встречу в кафе Приморское приходила не она. Оперативники понимали, что женщина, которая выдавала себя за Владлену, знала о ее конфликте с актрисой. Запашный заново перебрал все документы, найденные у Никитиной. Пытался понять, как именно Лора хотела изменить свою жизнь и кому в этом стремлении перешла дорогу. Во время проб на главную роль в историческом фильме стала плохо актрисе Ларисе Никитиной. Она скончалась на месте. Вскрытие показало девушку отравили цианистым калием, добавив яд в ее помаду. Под подозрение попадает племянница квартирной хозяйки, у которой Никитина снимала комнату. Племянница Владлена Ганишевская знала, что тетка завещала молодой актрисе половину своих украшений и прописала ее в квартире. Но этот след оказался ложным. Лада Сергеевна. Особое внимание оперативников привлекли две находки. Билет на автобус и чек из юридической консультации. И что там удалось что-то разузнать? Побывал на вокзале. По стоимости билета определили, что Никитина ездила в поселок Трудовое. Теперь понять бы к кому. Я над этим работаю. Из достопримечательностей в Трудовом находится песчанская исправительная колония. Думаю туда смотаться. А теперь самое интересное. По чеку удалось определить адрес юридической консультации, к которой обращалась Никитина. Я общался с юристом, с которым советовалась актриса. Запашный, я впечатлена скоростью твоей работы. А по поводу чего консультировалась убитая? Никитина хотела восстановить свои родительские права и отсудить ребенка у приемных родителей. Вот это поворот. А подробности? Ну, с этим пока глухо. Лора посещала юрист консульта всего раз, и юрист не знал всех подробностей дела. Лев, я подам запрос в органы опеки, а ты поговори с ее сестрой. Хорошо. Лада Сергеевна, сигареткой не угостите? Дурак, я не курю. Здравствуйте, у меня есть к вам пара вопросов. Здравствуйте. Извините. Ничего страшного. Людмила, мы узнали, что Лариса родила ребенка и отдала его, возможно, отцу. Помните, кто ухаживал за Лорой два года назад? Я помню. Сначала она встречалась с Сашкой Мальцевым, потом с Димой чередой, а потом с Тимуром Пилипенко. Лорка красивая была, все на нее засматривались. Да уж, недостатка в парнях у нее не было. Вам надо со всеми поговорить. Но от нас она факт беременности скрыла. После школы она сразу же уехала в Одессу, а потом домой вернулась через месяц в семь. Запашный обратил внимание на статуэтку ласточкиного гнезда на серванте. На ней висела бирка новорожденного. Ваша? Да, конечно. Никитина, 18-06-1986-го. Девочка 3-400. Интересно. А почему остались на девичьей фамилии? Это все-таки фамилия вашего приемного отца? Ну, во-первых, он мне как отец родной. А во-вторых, А во-вторых, Люся сначала забеременела от меня, родила ребенка, и только потом мы с ней поженились, когда вернулся с рейса. Я моряк дальнего плавания. Ясно. Ой, Сонечка проснулась. Извините, мне надо идти. До свидания. И я пойду. Спасибо. Всего доброго. Оперативник поговорил с двумя кавалерами погибшей Никитиной. Оба расстались с девушкой еще до ее беременности. А вот третий ухажер Тимур Пилипенко находился в местах лишения свободы. Запашный получил доступ к делу Тимура и выяснил, что тот отбывает срок за убийство по неосторожности в Песчанской исправительной колонии в поселке Трудовое. Именно в этот поселок ездила Никитина. Когда Запашный приехал в колонию он выяснил за день до смерти Никитина навещала Тимура Пилипенко. Оперативник встретился с заключенным. Старший оперуполномоченный Запашный. Ларису Никитину отравили. Я веду это дело. Пилипенко зэк жалко Лору. Никитина от вас забеременела два года назад? Да, от меня. Мы даже подумывали жениться, но вот она сразу от меня отказалась, как только меня здесь закрыли. Хотя я тут из-за нее оказался. Трагедия произошла два года назад в родном городке Ларисы и Тимура Теплодаря. Тимур, я беременна. Что будем делать? Ты куда? Прямо сразу убегаешь? Я за цветами глупышка и кольцом. Но Тимур не успел далеко отойти от дискотеки. Он услышал, как к его беременной девушке пристает пьяный. Отстань. Смотри, какая недотрога. А я тебя в Одессу увезу, если будешь поласковить. Отстань. Отстань, дебил, Тимур! Отстань, говорю! Отстань, от нее, мрач! Пацан скопытился. А мне два года дали за непредумышленное. Лора меня с месяцок понавещала и перестала. А почему сейчас приезжала? Чтобы ее после отститки не беспокоило. Проблем не хотела. Каких? Она встретила какого-то режиссера, а он решил на ней жениться. Собирала документы, чтобы дочурку нашу забрать. Сказала, что знает теперешнюю мать малой. И она ей не нравится. Прям знает? Угу. Убитая дала понять отцу и ее ребенка, что знает ту, которая удочерила ее малышку. Это невозможно. Тайное усыновление охраняется законом. Да. Только если она не отдала свою дочку тому, кого знает. Родственнику или родственнице. А это вариант. Родственники всегда в приоритете при усыновлении. Ее ребенку нет и года. А только до года она могла восстановить родительские права. Правильно мыслишь. Утром пришел ответ на запрос. В документе говорится, что Никитина Л.Н. 18 июня 1986 года родила девочку. И в тот же день написала заявление об отказе от ребенка. Запашный прекрасно помнил бирку для новорожденных, которую он видел у сводной сестры убитой Людмилы. Дата рождения девочек совпадала. Я уже знаю, кто забрал ее девочку. Дата та же. А забрала ее сестра Людмила. И ребенка, и бирку. А бирку-то зачем? Перед мужем моряком дальнего плавания засветить, чтобы не догадался, что это не его ребенок. Ну, бабы, такое провернули. Лев, я оформляю санкцию, иду к этой Людмиле домой. Бегом. Есть. Запашный. А где ваша жена? Моя жена и дочь исчезли. Люся забрала не только свои, но и дочкины вещи. Мы осмотрим помещение? Пожалуйста. Я вообще не понимаю, что происходит. Можно. Можно. шляпа один в один, как официант описывал. Все изымаем, помаду на экспертизу. Я в машину. Хорошо. А где Ласточкино гнездо? Не знаю. Наверное, Люся забрала с собой. Она очень дрожила этой безделушкой. Будто она золотая. С чего вы это? говорила, что эта статуэтка напоминает ее детство. Оперативники проверяли адреса всех родственников сбежавшей. Запашный выяснил, что бабушка Людмилы по линии матери жила в Ялте. Ее дача располагалась недалеко от Ласточкиного гнезда. Нашли беглянку быстро. Здравствуйте, Людмила. Где ребенок? Сонечка спит в колыбельке. Я вас очень прошу. Я вас умоляю, ничего не говорите мужу. Он любит Соню как родную дочь. Тем более, что ее родная мать мертва. Мы нашли в вашей квартире цианид. Там шляпка с фуалью. И, вероятно, запасной экземпляр помады. Скажите, Людмила, это вы убили свою сводную сестру? Я. А что мне оставалось делать? Ей все в жизни легко доставалось только из-за того, что она красивая. Она хотела разрушить мою семью, отобрать моего ребенка. Два года назад Людмила влюбилась в одноклассника, бегала за ним по пятам. Начали встречаться. Вот только Анатолий не скрывал от Люси, погулять с ней он не прочь, а жениться не хочет. Единственная возможность женить на себе любимого это сказать ему, что залетела. У меня проблемы по-женски. Я точно знала, что детей у меня никогда не будет. И тут мне выпал такой шанс. Драка, которая случилась ночью на дискотеке изменила судьбу Людмилы. Жениха ее сводной сестры, от которого та забеременела, забрали в милицию по обвинению в убийстве по неосторожности. Его забрали. Я теперь одна. Я не знаю, что делать твоя мать. Она убьет меня, она просто сожрет меня. Что мне делать? Все будет хорошо. Я поговорю с ней и прошу помочь. Мне не нужен этот ребенок, я одна его не потяну. Рожу и оставлю в роддоме. Оставишь? Ты что? Слушай, а хочешь я заберу малыша? воспитаю его и на ноги поставлю. Ну, вот только надо будет Толику какую-то историю придумать. А ну-ка. Нормально. Целых восемь месяцев сестры, как настоящие актрисы, играли каждая свою роль. Лора скрывала свою беременность просторными платьями, а Люся ходила с накладным животом, который Лора принесла из костюмерки драмкружка. Да-да, нормально. С четвертого месяца беременности Лора постоянно жила на даче у Ласточкиного гнезда. В конце срока к ней приехали сестра и мачеха. Все, началось! О, Господи, бросай леньку уже! А через три месяца после рождения Сонечки Толя вернулся с рейса, и мы с ним поженились. И у меня появилась настоящая семья. Только вот какой ценой? Да, все было нормально. Жизнь Людмилы перевернулась, когда Лариса встретила режиссера Славинского. Он влюбился в девушку и сделал ей предложение. Лора рассказала ему о дочке, от которой вынужденно отказалась. Эрнест Павлович пообещал удочерить малышку. Она начала собирать документы. Пришла ко мне и предупредила, чтоб я с Толиком поговорила. У меня эта новость почву из-под ног выбила. Суд, к которому готовилась Лариса, он мог разрушить не только мою семью, но и всю мою жизнь. Тут я решила ее отравить. Людмила долго думала, как избавиться от сестры, не привлекая к себе внимания. Она достала самый быстродействующий яд, цианистый калий, и нанесла его на любимую помаду Лоры. Людмила узнала от сестры о ее новом адресе прописки в престижном доме на Дерибасовской и о ссоре Лоры с племянницей, щедрой старушке Владеленой. На встречу с Лорой Люся надела шляпку с вуалью, чтобы никто не увидел ее лица. Люся назначила сестре встречу в кафе недалеко от киностудии и от танцевального класса, в котором преподавала Ганишевская. Сказала, что пришла поговорить по поводу передачи ребенка. Привет. Ну, ты даешь. Прямо Софи Лорен, какая шляпка. Спасибо. Лор, я была у доктора, я беременна. Она соврала сестре о ребенке и о том, что врачи раньше неправильно ставили ей диагноз. Это сохранит мой брак. А что касается Сонечки, я придумаю, что сказать Толе. Я так рада за тебя. А это тебе, твоя любимая. Обожаю ее. Погоди, ты помнишь, что мама говорила? Девочки, за столом красятся неприлично. На студии накрасишься. На студии. Опаздываю на пробы. Удачи. Пока. Пока. Собирайтесь, Людмила. Будем ехать в отделение в Одессу. Вы совершили убийство, и оно не останется безнаказанным. Я это понимаю. Единственное, чего я хочу, это чтобы Толя нашу Сонечку вырастил. Чтоб он от нее не отказался. Вину Людмилы Никитиной доказали. За убийство сводной сестры без отягчающих обстоятельств ее приговорили к пяти годам заключения. Муж Люси Анатолий подал на развод, как только узнал все детали обмана. Его до глубины души поразило, как долго его обманывали сестры. Последнее желание Людмилы сбылось. От годовалой дочки Сонечки Анатолий не отказался. Мазур по-прежнему продолжал воспитывать девочку как свою родную. Настоящий отец Сонечки после освобождения из тюрьмы название отца не претендовал. Съемки фильма, в котором должна была сыграть Лора Никитина, заморозили. К идее вернулись только в прошлом году. Тогда и всплыла история 30-летней давности.